Иглоукалывание Картина стоит тысячи слов Поэтому, как я вам обещала, сегодня Ольга покажет несколько процедур прямо на мне Ольга, что вы сегодня покажете? Я вам покажу несколько интересных и полезных процедур, которые пользуются особой популярностью среди наших пациентов Я вам покажу несколько приемов из косметической акупунктуры Я покажу, чем можно помочь пациентам, страдающим головными болями Чем можно помочь пациентам зубной болью Я покажу людям, которые хотят прожить до 100 лет, что они могут для этого сделать сами в домашних условиях И я покажу, что мы делаем для пациентов, чтобы облечить их стресс после долгого и тяжелого трудового дня Ну тогда начнем? Начнем Вообще-то, иглоукалывание можно сделать и сидя Ну, чтобы расслабиться, лучше лечь Прежде всего, мы должны попросить пациента положить ноги ровно Чтобы ничего не препятствовало циркуляции крови Начнем с небольшой косметической процедуры Очень многие люди страдают от сухости кожи и от сухости внутри организма На животе у нас находятся две точки, которые называются море крови и море энергии Ставя иголочки в эти две точки, мы говорим организму, чтобы он производил больше жидкостей, больше крови и больше энергии Введя иголочку в точки лица, мы показываем организму, куда мы хотим, чтобы эта энергия и кровь притекли Мы обрабатываем зону введения иголки алкогольным шариком Иголочка выглядит вот так Каждая иголочка сопровождается пластиковой трубочкой, которая обеспечивает безболезненное введение иголки в кожу Теперь я отмеряю полтора китайских цуня Приставляю иголочку к точке Говорю пациенту вдохнуть Выдохнуть Все, иголочка уже в коже И дальше я ввожу ее в точку Вторая иголочка находится на три китайских цуня ниже пупка Я говорю Гуле вдохнуть и выдохнуть Иголочка в точке Я ожидала боли, но никакой боли не было Но было чуть-чуть щекотно, когда иголку крутили Теперь я перехожу к области лица, чтобы показать организму, куда я хочу, чтобы энергия и кровь притекли Та же тоненькая иголочка Следующая область под подбородком Иголочка уже введена И еще одну иголочку мы вводим между бровей Таким образом мы показываем крови и энергии, куда мы хотим, чтобы они притекли в максимальном количестве После введения иголочек я накрываю пациента фольгой Чтобы энергия пациента не рассеивалась в пространстве Мне тут надо 15 минут полежать Просьба не беспокоить Головные боли бывают разных типов В зависимости от того, где у вас болит голова, мы используем разные точки на теле Иголки вводить я сейчас не буду Я расскажу, какие точки вы можете массировать себе при различных типах головной боли Например, если у вас болит затылок Вы сгибаете пальцы ладони Находите складочку здесь Эта точка находится на меридиане тонкого кишечника И она находится при сгибании пальцев к ладони На ребре ладони Если вы видите, здесь образовалась складочка И в этом районе нам нужно найти наиболее чувствительную точку И начать ее массировать Чувствительно, Гуля? Да Если у вас болит голова в теменной области, вот здесь Что мы можем сделать? Мы находим точку, которая располагается Между четвертым и пятым пальцем на стопе Ай, больно? В межкостном промежутке Так больно Больно? Да Ну, я буду меньше массировать И массируем Эту точку Это должно быть так больно, да? Оно не должно быть так больно, но если у тебя она болит, значит эта точка активная у тебя Одну точку с одной стороны, на стороне головной боли Вторая точка на руке Три китайских цуня, на руке между двумя костями, посерединке Тоже чувствительно? Нормально Комбинация этих двух точек помогает снять головную боль в теменной области И, наконец, самый распространенный тип головной боли Это общая головная боль, когда она возникает от усталости после тяжелого рабочего дня Для этого мы берем точку, которая располагается между указательным и большим пальцем Если мы сложим пальцы, здесь образуется бугорок И мы берем самую верхушку этого бугорка И начинаем массировать Да, чувствую Комбинация этой точки и точки на ноге Которую я вам уже показывала, которая находится между большим и вторым пальцем стопы Чувствительно? Да Комбинация этих четырех точек с двух сторон Две точки на одной ноге и две точки на другой ноге Поможет вам снять головную боль и провести остаток вечера без усталости Значит, эта точка помогает при разных заболеваниях? Совершенно верно Эта точка используется при головной боли, при зубной боли Но только в зубах верхней челюсти При отсутствии или чрезмерной потливости При воспалительных процессах И мы ее очень часто используем во всех наших процедурах Дорогие мои зрители, запоминайте это, эту точку Потому что она вам поможет во многих проблемах Вот здесь А сейчас точка долголетия Сейчас я вам покажу, как ее определять Я вам расскажу, как мы воздействуем на нее в офисе И что вы можете сделать дома для того, чтобы ее активизировать Берем три китайских цуня, которые равняются ширине сложенных вместе четырех пальцев ладони Прикладываем к нижнему краю коленной чашечки И ставим точечку на ноге Вторую точечку мы ставим на расстоянии, которое равняется ширине большого пальца или одному китайскому цуню На пересечении этих двух точек мы ставим одну большую точку Которая нам показывает, где находится точка долголетия или цзусэнли В офисе мы проводим эту процедуру следующим образом Мы кладем моксу А что такое мокс? Мокса это высушенная китайская трава, которая называется сейч И чем она характерна, что чистота ее излучения наиболее сродна чистоте излучения человеческого тела? Она пахнет Люди думают, что это табак, но это не табак, это лечебная трава, которая добавляет энергию в человеческий организм И поджигаем Гуля, когда ты почувствуешь тепло, скажешь мне, я ее сниму, хорошо? Я готова ее снять сразу же Нет, нормально Еще раз? Ау, да Все Значит, мы должны сделать это хотя бы три раза с каждой стороны Есть Это абсолютно не больно Поверьте Есть Эту же процедуру можно сделать и другим образом, не прикладывая моксу прямо на кожу Эта же трава продается в виде больших сигар И мы можем воздействовать на эту точку, просто поднося до ощущения теплоты сигару к коже, но не притрагиваясь к коже Мы добавили голень несколько дней жизни После прижигания вокруг точки образовалось покраснение Иногда даже может возникнуть волдырь У меня не будет волдырь? У тебя не будет волдырь, я была очень аккуратна Спасибо Но, когда возникает волдырь, действие этой точки даже лучше Потому что до того времени, пока существует волдырь на месте прижигания Точка считается активной и она оказывает свое лечебное воздействие То есть ты ее можешь больше не прижигать, этот волдырь лечит весь организм Вау, я вылечила весь организм Но лучше дома этого не делать, лучше чтобы эти волдыри образовывались у нас в офисе А что делать дома, если нет мокса и сигары? Вы можете взять кусочек перцового пластыря и приклеить на эту точку Или мазать эту точку йодом Воздействие будет не таким, как у нас в офисе, но все-таки эффективно Сейчас я вам расскажу, какую процедуру мы делаем в офисе для пациентов, которым необходимо снять стресс Метод называется ауриклопунктура Немного из истории В 1946 году французский доктор Ножье обратил внимание, что форма уха напоминает форму человеческого зародыша Если внимательно посмотреть на ухо, то мы увидим, что оно на самом деле напоминает человеческий зародыш Вот это вот голова, это позвоночник, здесь ноги и вот это пуповина, которая соединяет зародыш с маткой Соответственно, в этой области находятся внутренние человеческие органы Каждый орган имеет свою проекцию на ушной раковине, поэтому воздействуя на эти биологически активные точки, мы оказываем влияние на организм в целом А какие точки вы используете при снятии стресса? Это комбинация пяти точек, которые все находятся на ушной раковине Это точка симпатической нервной системы, это точка сердца, это точка почек, это точка печени и это точка головного мозга Комбинация этих пяти точек поможет вам забыть про неприятности и взглянуть на жизнь с позитивным к ней отношением Точка симпатической нервной системы Общая успокаивающая точка Общая успокаивающая точка И точка сердца Я укрываю пациента фольгой Опять-таки, чтобы не рассеивать его энергию А сколько так надо лежать? Закрывай глаза и оставляй тебя отдыхать на полчаса Вау На сегодня все А я себя чувствую прекрасно Думаю, что и вам было интересно, как и мне А мы и дальше будем помогать вам сохранить самое ценное ваше здоровье Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok